Всем привет! На связи Алтын. Я живу в Германии с 17 лет и учусь здесь в немецком университете за бесплатно. И в этом полезном видео я хочу вам рассказать, как поступить в Германию после школы на основе своего опыта. Для лучшего понимания, я закончила обычную школу в Казахстане и всегда мечтала учиться за границей. Поэтому за два года до своего переезда в Германию я усердно начала готовиться к поступлению. И в 17 лет я уже впервые полетела в Европу. Я проучилась один год в студент-коллеге, и сейчас я первокурсница в немецком университете в городе Брауншвайк. Теперь, когда вы знакомы с моей историей, давайте сразу приступим к шагу номер один. И это осведомленность. Узнайте, как много больше информации, которая вам нужна для поступления. От дат и дедлайнов подачи до документов, которые вам нужны для поступления. Я вас поздравляю, вы уже сделали первый шаг, открыв мое видео о поступлении в Германию. Лично я начала подготовку в середине 10 класса. Тогда в интернете я прочитала, что после моей казахстанской школы мне обязательно проучиться в студент-коллеге. И я начала готовиться к вступительным экзаменам в студент-коллег. Если вы не знаете, что такое студент-коллег, то это подготовительные годовые курсы для студентов и закончивших школу, которым нужен этот мост между школой и университетом в Германии. Так как я проучилась лишь 11 классов в Казахстане, а не 12, как в Германии, мне нужно было учиться в студент-коллеге. Я советую вам тоже проверить, нужно ли вам проучиться в студент-коллеге. Прейдем к шагу номер 2. Теперь, когда вы точно уверены, что вы хотите поступить в Германию, настало время изучать немецкий язык. Так как найти здесь образование на бакалавре на английском языке, да еще и бесплатно, очень-очень трудно. Большинство студент-коллегов требуют знания языка от B1 и B2. Это средний уровень, на который можно обучиться за очень короткие сроки. В моем случае, как я уже и сказала, я начала учить немецкий язык в середине 10 класса. И через год я уже сдала экзамен на уровень B1, а еще через полгода я сдала экзамен на уровень B2. Поэтому, если вам интересна информация о том, как я выучила немецкий язык, то пишите в комментариях. Шаг номер 3. В Германии очень любят точность в документах, поэтому будьте готовы подготовить целый список документов для подачи заявки на визу. Вот сам список. Тестат об окончании школы с переводом на немецкий язык и, желательно, с хорошими оценками, так как потом это вам точно понадобится. Языковой сертификат B1 или B2. Личное дело из школы. Резюме или Lebenslauf. Его написать не так уж и сложно. Написать нужно на немецком языке. Фото 3 на 4. Мотивационное письмо на немецком языке. Оно скорее нужно не для студент-коллега, а для визового центра, где они поймут, зачем вам нужно в Германию. Последнее, но все равно очень важное, это блокированный счет на сумму 11 208 евро в год, который покажет визовому центру, что у вас есть деньги на первый год обучения в Германии. Не бойтесь, это не оплата. Это ваши деньги, которые вы будете ежемесячно получать и тратить их на свое проживание, на еду. Поэтому подумайте об этом заранее. Шаг 4. Когда вы знаете, в какие студент-коллеги вы хотите поступать, настало время подать заявку. Чем больше, тем лучше. Я бы посоветовала в 6-7 студент-коллегов подать для того, чтобы быть точно уверенным, что вас примут. Большой плюс, что в Германии можно подавать заявку и вообще начинать обучение 2 раза в год. Это на зимний семестр и на летний семестр. Для зимнего семестра дедлайны от 1 мая до 15 июля и для летнего семестра от 1 декабря до 15 января. Я подавалась как раз-таки на летний семестр, поэтому я начала свое обучение в марте, а подавала заявки еще зимой. Шаг 5. Если вас пригласили на вступительные экзамены в студент-коллег, то я вас поздравляю. Бегите и записывайтесь на получение визы в визовом центре. Только не забудьте про шаг 2. Лично мне в посольстве Германии в Алматы дали визу только на 3 месяца, поэтому по приезду в Германию я сразу начала заниматься видом на жительство. И снова эти документы. Последний шаг — это приезд в Германию и адаптация здесь, а также сдача экзаменов в студент-коллег. Помню то время, когда я только приехала в Германию, как у меня раскрылись глаза, как я была удивлена всему, что вокруг. Удивлена удобности города, удивлена лицам и разговорам людей. У меня аж прям мурашки сейчас. Учеба в Германии стоит того, стоит своего времени, своих сил. Я желаю вам удачи. Пишите свои вопросы в комментариях. Мне также будет очень приятно получить лайки, ведь я стараюсь для вас. И спасибо за просмотр. Всем пока! Пока!